доброе утро эйлат ролик сегодня называется эйлат день 2 и вот наш нюпушка нюпушка вчера видимо очень устал у него было много эмоций вот пожалуйста не хочет просыпаться доброе утро дорогие друзья итак у нас сегодня эйлат день 2 мы вчера конечно замучились куча впечатлений вечером пришли никакие после ресторана вот сейчас у нас 9 утра и мы едем в аквадом смотреть на красивых рыбок нюпку мы оставили дома в квартире потому что нюпка вчера видимо получил какую-то избыточную дозу впечатлений эмоций и нагрузки поэтому он как-то очень такой сегодня не могу сказать что он активный он лежит вот вышел погулял съел кусочек сыра и мы его оставили нас ждать и пока едем рассказываю что удивило и что в принципе понравилось в эйлате в первую очередь это наличие бесплатных и больших парковок нет этой проблемы как допустим брюшоне или в левиве когда ты часами кружишься и не можешь найти место с парковками здесь проблем нет вообще или мы ездили вечером в центр города мы оставили машину или мы даже ездили вчера на пляж тоже поискали конечно место но она была вот что еще хорошо посидели вчера в ресторане в рыбном ресторане мы заплатили за два блюда две огромные рыбы салаты карпаччо вино 306 шекелей так это ресторан на берегу моря в эйлате а не забегала в ковару салибе до сих пор не могу успокоиться как нас как мы ты гульнули в русалиме пока жары нету на улице хорошо такое мягкое лето а долго нам ехать а 10 минут принципе и ладу такой вот крошечный здесь одна улица туда одна улица и сюда видимо еще одна улица поперек очень симпатично куча огромное количество магазинов причем все они работали вчера мы уходили в 10 часов мы еще гуляли по набережной все магазины работали фирменные нефирменные продуктовые с одеждой такой был движ вчера конкретно общем эйлат это ночной город город тусовок куча огромное количество семей говорю куча куча не куча большое количество заведений ресторанов баров отдохнуть можно ну наконец-то верблюды попали ко мне в кадр потому что все время когда мы их видели их камера моя была либо закрыта либо спрятана где-то как только я ехала и высматривала верблюдов их принципиально не было и вот о счастье вы видели верблюды идут по тротуару это нормально это эйлат я вам скажу в таком пейзаже вот эти вот горы рыжие верблюды это идеальные животные просто я не представляю другого места где они могут еще жить это все для них коричневые верблюды коричневые горы супер мы приехали в этот аквадом или как он там называется пейзаж конечно посмотрите значит условия посещения это зеленый паспорт либо проверка на корону нас и то и другое есть ой ну тут вообще смотри вообще по-другому показываю вот значит это паркинг посмотрите наверно какие-то отели там вверху горы пальмы вот согласитесь что верблюды здесь идеальные значит мы зашли на территорию этого аквадома красиво все красиво показываю какой здесь водопад ты разобрался куда идти ну идем где мы а вот мы здесь наверно 2 до риф красного моря да дальше дальше куда идем давай по цветам 23 как все фактурики давать я не знаю почему но у меня вот эта вся дикая природа вызывает такой детский восторг идемте дальше тут у нас что пещера скатов пещера скатов ого идемте дальше мне очень нравится так классно что здесь бассейн с черепахами к территория и мы к черепах огромный интересно поскольку им лет тут сразу пляж для деток есть горки всякие увеселительные мероприятия вот она огромная без комментариев здесь тоже какие-то симпатяги плавают сейчас будет зал акул а вот здесь мороженое которое бесплатно как детям но потом его возьмем сейчас мы все обойдем всю эту территорию не обязательно уж не уж у и 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 сейчас мы зайдем в эту штуковину. Ваш кафе. Мы идем наверх. На биткан или сначала вниз пойдем? Что? На пол? Верхний или вниз? Нет, вниз пошли. И здесь такой вид. Цвет воды. Оцените цвет воды. И вот эти все рыбы, кстати, они внизу здесь плавают. Здесь вот такой красивый вид на море. Можно сидеть, пить кофе и наслаждаться. Смотри, Жемчуг, как красиво. Не, ну, здесь такие цены. Так, мы спустились, скажем так, на дно. И это уже настоящее море. Конечно же, друзья, мы присели в этом море. Как выпить кофе после просмотра такой нереальной красоты, как подводный мир. Я в шоке. Я просто в шоке. Это настолько выражает вот эта вот глубина. И сверху море волнуется, а внутри полная тишина и покой. Это так необычно. Я рассказываю по своей эмоции вот этот подводный мир. Эти рыбы, которые невозмутимо плавают, у них своя жизнь. И вообще по барабану корона, проблемы, деньги, все это. Они просто плавают рядом. Макулы, всякая малышня разноцветная. Так красиво. Я в восторге. Надо было просто прийти сюда вчера и тут сидеть полдня. Потому что да. Я не знаю. Друзья, если вы когда-то будете интересоваться Эйлатом, вам будут говорить, что Эйлат – это дискотеки, это рестораны, это тусовка, это дешевые магазины. В общем, не верьте, это полная фигня. Главное – это вот этот аквариум. Это что-то с чем. Вот просто приезжаете сюда и сидите в этом аквариуме. Потому что здесь можно… Я наверх, кстати, не поднялась, потому что у меня проблемы с подъемом наверх. Я вспомнила, у меня еще когда во Львове на эту башню поднималась, мне плохо становится, когда я иду по винтовой лестнице наверх. То есть мне не тяжело физически. Мне… Вот. Так что вы приезжаете в Эйлат. Вы даже не берете маску, не берете всю эту ерунду. Вы просто едете в этот аквариум. И тут сидите, и смотрите. Тут все. Даже можно… Я показывала залы. Там подушечки. И полное погружение в подводный мир. Это круто. Мы продолжаем обалдеть, наслаждаться жизнью. Здесь, конечно, супер. Такое утро. Это море ярко-синего цвета. Супер. Друзья, вы ничего не замечаете. Не замечаете. У меня теперь сережки из натурального розового жемчуга. Вот. Мне мой муж подарил. Сделал подарок. И браслет. Вот. Такой браслетик. Они на золотой основе, на золотой ножке. По-моему, очень красиво. Очень мило. Муж, ты молодец. Дай нос. Он туристы из Индии. Опять туристы из Индии. Да что ж такое? Как они на солнце выглядят, скажи мне? Они блестят. Я выбирала между белым и розовым. И все-таки решила розовый. Он такой очень необычный цвет у него. Смотрит, он их кормил или... Наверное, он туда заплывал, чистил какие-то дела. Да, четочка. И в заключение нашей прекрасной прогулки, я прям в восторге, в восторге, мы идем за мороженым, потому что нам положено мороженое. Какое ты будешь? Отлично. Ты здесь хочешь? Да, я хочу. Ну, давай здесь. Давай мою ваниль. Вкусно. Как твой шоколад? Мой. Пиза. Идем. Съемка. Смотри. Ну вот верблюд стоит. Вот оно. Верблюжонок. Вот он, красавчик. Так. Видимо. Переводим камеру. Переводим камеру. И... Еще верблюжонок. Смотри, они теперь вместе. Это оказывается такое развлечение, прокатиться на верблюзе. Мы уезжаем, мы выезжаем из Айлата. Сейчас у нас 12 часов дня. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что Найки так сильно грустит за котом, что в это, конечно, сложно поверить. Но он сегодня утром, он просто лежал никакой. Он не хотел ни есть, ни пить, ничего. Вот это мы поехали в аквапарк, погуляли, вернулись и сказали ему, что мы едем домой к коту. Такая истерика, это просто нереально. Он прыгал, где ты, дорогой мой? Он гавкал на нас, типа быстрее, быстрее. И мы решили не засиживаться, быстренько собрали вещички. И вот мы уже выезжаем. Вот Найки. Да, Найкуша. Найкуша испугал маму своим плохим настроением. Да, мы едем к коту. Мы едем к коту, к эльфику мы едем. Сейчас папа выйдет, потому что мы не хотим с тобой на жаре стоять. Да, к эльфиске ты едешь. Да, дорогой мой. Да, да, скажи к эльфиске. Я еду. Да, к эльфиске. Да, да, к эльфику. Эльфик ждет тебя. Да, вот так вот, да. Да, мы едем, 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 дорогой мой. Ты видишь, он тоже у меня в блоге снимается. Я рассказала, что он хочет к эльфиске. И вот он бежит. Да, бежим, бежим, зайчик. Вот эти, мои любимые стоят. Найки так балдеет, что едет домой. Уже зарылся в свою сумку. И счастлив. Да, ой, и мячик ты нашел. Да, о-о-о. Все супер у Найки. И мух ловит, и на четвертышках стоит. И водичку попил. Да? Ты зайчонок мой, мой зайчонок. Ложись, ложись, отдыхай. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok